Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Я думаю, что у народа Абхазии это надолго, на всю историческую жизнь, на всю историческую память останутся эти страницы нашей истории великой. Наверное, сегодня на том свете радуются и цари Абхазии, радуются легендарные руководители Абхазии, такие как Лакоба Ешба, что наконец-то под руководством Владислава Григорьевича Арденба и Сергея Васильевича Богабш этот день сегодня настал в Абхазии. И вековая мечта нашего народа сегодня притворена в жизнь. Это наша заслуга. Это заслуга старших поколений. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия. Вот уже 16 лет в нашей стране отмечают этот день по праву внесенный в праздничный календарь. Весть о признании стала неожиданностью для граждан, ликовавших несколько дней. Они отмечали большое событие. Сбылась вековая мечта абхазского народа. Для абхазских политиков факт признания был скорее долгожданным плодом их бесчисленных трудов и сложной борьбы. О том, как строился путь к признанию, мы поговорили с непосредственными участниками процессов 16-летней давности. Наш первый респондент Вячеслав Черегба. В 2008 году он был советником президента Сергея Богабш по вопросам внешней политики. Второй – Максим Гвинджия. В те годы занимавший пост заместителем министра иностранных дел. В том, кто-то выложил в интернете планы по предназначению десанта грузинского, сбор с моря и по суше на Абхазию. И в общем-то действительно решила Абхазия в тот период. И 2008 год во многом, кстати, и определяет современную политику, когда Россия борется за многополярный мир, за верховенство международного права. Приехал в Абхазию, в Грузию, затем в Абхазию приехал министр института Германии, Вальтер Штайнмайер. И он, я был на этой встрече, в Галеве была встреча с президентом Богабш, наши официальные лица. И он предложил срочно встретиться в их движении. Грузия усиленно готовилась к войне. Мы это знали, все это знали. Я был советником президента Богабша по внешней политике. И мы тесно общались тогда еще и с Станиславом Глоковым, который был в секторе Совета Безопасности. И действительно ситуация была напряженная, начиная с весны, потому что по всему видно было, что Грузия к чему-то готовится. Такому серьезному, по всему поведению. Знаете, у нас дроны сбили. Обычно дроны посылают на территорию соседнего, когда готовится к нам на нападение. Разведовательные дроны были, двое их были сбиты здесь были. Затем, приемнистром был Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что есть планы, вот мы знаем, что есть планы нападения на Абхазию. То есть даже так было известно. Потом кто-то выложил в интернете планы по десанту грузинского, с гор, с моря, и по суше на Абхазию. И в общем-то, действительно, решила об Абхазии в тот период. Но и поэтому не случайно, что приехал в Грузию, затем в Абхазию приехал министр национального отдела Германии, Вальтер Штайнмайер, и он, я был на этой встрече, в Галле была встреча с предпрезидентом Агапшином, наши официальные лица, вот, и он предложил срочно встретиться в Бережлинии, Абхазская, грузинская сторона, 18 августа, июля он предлагал, в Бережлинии встретиться, потому что сообщала разведка, что очень близко вот грузинское нападение на Абхазию. То есть первым ударом должна была быть Абхазия, вот, планироваться там. Было множество провокаций со стороны Грузии, в частности, в 2008 году эти провокации, в то время у власти Грузии был Саакашвили, как вы знаете, эти провокации военного характера усилились. Все эти годы, до 2008 года, мы активно информировали международное сообщество, всех международных представителей, которые приезжали в Абхазию, о том, что у Абхазии есть право на самоопределение, на независимость. Мы тогда представляли аргументы, правовые аргументы нашей независимости. Мы основывались на международном праве. 2008 год стал переломным и знаковым. И 2008 год во многом, кстати, и определяет современную политику, когда Россия борется за многополярный мир, за верховенство международного права. Вот тогда, в 2008 году, мне кажется, Запад открыто, уже впервые открыто пошел по пути нарушения международного права. И начал предлагать нам международные правила, которые они и создали. В общем, в 2008 году, до момента признания, весь этот 2008 год, был полон таких вот событий и провокаций, кстати, с грузинской стороны. Тогда было сбито несколько грузинских беспилотников на территории Абхазии. Грузия усиленно готовилась к войне. Мы это знали, все это знали. Самое главное, Абхазию стали посещать ведущие европейские дипломаты. И в этих переговорах мы им говорили о наших опасениях, о том, что Грузия готовится к войне. И нам говорили, нет, это невозможно, этого не будет. Если это произойдет, то со стороны международного сообщества, Европейского Союза и США будет очень жесткой реакцией унивать Грузию на каждую. Они нам говорили, вот это, с другой стороны, они готовили Грузию. Уже у всех есть факты и подтверждения того, что Грузия вела подготовку к этой войне при помощи западных кураторов. И тогда вот в этой агрессии против Южной Осетии есть неопровержимые доказательства участия иностранных инструкторов и наемников на стороне Грузии. Но затем Россия все-таки из-под предпринимала очень важные шаги. В Абхазию прибыло 400, в этом случае, железнодорожных войск, которые отремонтировали железную дорогу от Сухума до Чемчиры. Это было такое, по сути, отрезвляющее для Саакашвили, для Грузии. И поскольку все уже предполагали, что будет делаем действие в Абхазии, то они поняли, что близкий к Рыбке не получится, естественно. И поэтому приняли решение, как им казалось, выбрали более легкую цель Южную Осетию. К сожалению, конечно, для Южной Осетии. И, скорее всего, был сигнал, зеленый свет был из Вашингтона, потому что, хотя Государственное департамент предупреждал, в лице Кандалер-Райс предупреждал соглашение, что Америка не может помочь Грузии, если она будет сложной ситуацией здесь, но все-таки, видимо, от ведомства Дико Отчаяния, Министерство обороны, видимо, все-таки дало зеленый свет, потому что все-таки он не мог без поддержки соревнованных таких весомых сил совершить нападение, даже на Южную Осетию. Их задача была практически, захватить Ровский туннель, и, естественно, тогда уже не было бы снабжения стороны России. Что они сделали, как совершили военное преступление, они обстреляли, убили миротворцев, которые были под мандатом, международным мандатом ОБСЕ, российских миротворцев. И, естественно, Схинвал, город, мирный город, был обстрелян из артиллерии, танков, авиации и так далее. И командующий войсками тогда, грузинский, сказал, что происходит восстановление конституционного строя на территории Самачалу, как они называют Южную Осетию. Я помню, когда вот это были, эти события были, мы находились, естественно, в администрации президента, мы постоянно в совещании шли. Северский сказал, что он позвонил какой-то, президенту Южной Осетии, о том, что нужна ли помощь. Тот ему сказал, что, знаете, спасибо, но пока отправляемся. Все эти дни я нахожусь на постоянной связи с президентом Эдуардом Какойты. Стремительно развивающаяся обстановка требует от нас координации действий. И мы даже собирались, нам скажем, будем дежурить всю ночь в этом здании, на всякий случай. Ну, потом, конечно, мы, как мы знаем, уже 8-го числа, уже Пассия сказала свое «нет» агрессии. И началось уже действие российских войск. Пять дней делалась война, и русские войска были полностью разгромлены. И произошло победоносное в Абхазии возвращение контроля над Кадорским ущельем. Допустим, МИД работал как единый пресс-центр. МИД продолжал стучать во все международные организации, доносить право о том, что происходит на сети. Вы помните, что международные СМИ, эти ведущие западные СМИ, вы помните, какую картину они рисовали о том, что Россия вторглась в маленькую городу, Кавказскую республику под названием Грузия, и Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, что, естественно, было абсолютно вымышленной, ничем не подкрепленной ложью. И вот этой информацией западные СМИ кормили весь мир. А мы со своей стороны, со своими маленькими возможностями и усилиями пытались все это опровергнуть. Но, тем не менее, помимо этого всего, шел очень напряженный диалог и переговоры со всеми участниками переговорного процесса. И здесь, я напоминаю, была миссия ООН в то время. Мы также вели переговоры с российскими коллегами, с российской стороной. В общем-то, это было очень драматичное время, очень тревожное. Мы стояли на грани войны, такое широкомасштабное. Но, к счастью, для Абхазии, а в итоге и для Южной Осетии, поскольку уже очень важное событие политического характера, в общем-то, результат был очень положительный для Абхазии и Южной Осетии, потому что уже 26 августа 2008 года Россия Федерация признала обе республики в качестве известного государства. И вот с тех пор мы являемся уже такими признанными государствами де юре, уже не де факто. Это было очень, конечно, судьбоносное решение, судьбоносное время. Я до сих пор помню все эти, знаете, поминутно, можно сказать, все эти события. И, конечно, вот этих таких событий решаются судьбы даже государства, народов. Очень-очень интересное время это было, конечно. Тревожное, драматическое, но очень интересное. Я воспринял это, конечно, с огромной радостью, с огромной радостью воспринял. И, конечно, мы вышли на площадь, вот мы там с лагами. Это были незабываемые дни, день, незабываемый день был, и эти дни, которые все произошло, драматичные. Ну, мне кажется, что это просто был один из самых светлых дней моей жизни. Просто я так вот помню все это. Весть о признании Абхазии как независимым государством. Вот это вот знаменитая историческая речь президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Меня застало в кабинете, в офисе. Я продолжал работать из-за открытого окна. Я слышал, как радуется и ликует вся моя страна. Какие эмоции вы испытали? Эмоции примерно такие, когда вы что-то долго делаете, делаете, и в конце концов у вас это получается. Вот такие вот, как бы, ну, достижения требуемого результата. Чувство удовлетворения. Вот так это называется. А с всей души сердечно поздравляю всех наших граждан, которые выстрадали это вот это событие признания страны России. Это Абхазия, древнее государство. Мы ни вчера, ни сегодня были созданы. У нас огромная история. Тем не менее, все, знаете, по кругам идет, и все воссоздается вот из-за того, что было. И светлая память тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу, за нашу независимость. Они практически сохранили Абхазию для нас, для наших потомков, для наших детей, детей, внуков. И я думаю, что мы нам есть чем гордиться. У нас прекрасная страна, прекрасный народ. Мы должны смотреть будущее с оптимизмом. Все будет хорошо. И желаю вам всем счастья, здоровья и успехов во всех делах. Счастья в восстании Абхазии. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с этим важным праздником. И желаю никогда не забывать, какой ценой это было достигнуто. И уверяю вас, будет еще много-много международных признаний. Всех с великим праздником!